Село Сички, Савранский район. Местная школа, где обучается более 200 детей, в прошлом году стала объектом эксперимента. Местная власть решила, что материальной возможности отапливать улицу нет ни у района, ни у села. В учреждении провели энергоаудит, который показал, в трубу вылетали миллионы гривен. Примечательно здесь, что именно здесь реализуется первый энергосервисный договор, который был заключен в прошлом году в Украине. И на данный момент мы готовимся к запуску второй фазы данного договора. В частности, в рамках реализации данного договора был проведен капитальный ремонт крыши. Потому что крыша здесь не ремонтировалась с момента построения данной школы. За счет областного бюджета было выделено полтора миллиона гривен на полностью замену перекрытия и самой крыши. Во второй фазе энергосервисная компания займется утеплением стены. После чего школу в Осичках можно будет считать полностью готовой к отоплению по-новому. При эксплуатации старых котлов и коммуникации на отопление Осичковской школы уходило в день до 800 килограммов угля. После обновления оборудования на обогрев учреждения нужно уже 500 килограммов угля. Замена крыши и ремонт стен еще на порядок уменьшит объем топлива. В Савранском районе 20 образовательных учреждений. Их полноценный энергосервис в будущем. По состоянию на сегодня все социально важные объекты района должны быть обеспечены дровами и углем. Закрома школ и детсадов заполнены. На днях в Савранскую опорную школу завезут новую партию угля. То, что показали нам – прошлогодние остатки. Зима была не такой суровой. Не пустуют амбары и в центральной районной больнице. Твердотопливные котлы также прошли проверку и готовы к запуску в любой момент. Со следующего года здесь собираются отказаться и от угля, и от дров. В планах полностью перейти на отопление пилетами. Он даст нам экономию 30% для грошовых средств. Ну и мы можем потратить уже на потребы райликарных. Пилет состоит в основном из древесины и населения соечника. Это у нас аграрная страна и крайне аграрная в принципе достаточно. А это уже детский сад. На выезде из Саврани объект коммунальной формы собственности построили год назад. 42 ребенка проводят свое время в комфортных условиях. Ниже 21-22 градусов температура в корпусе не опускается. А тапливают только дровами. В зиме в районе начинают готовиться в апреле-майе. Например, тендеры на закупку угля были проведены еще летом. Теплоноситель был закуплен по цене 3600 за тонну. Докупать в случае необходимости антрацит придется уже по другой цене. Мы находимся в сложной системе взаимоотношений и в том числе события на Востоке. Они сказываются даже на жизнь отдельных школ, казалось бы, ничем не связанных с Востоком Украины. Но тем не менее такая ситуация есть. Мы сейчас констатируем, что мы практически отрезаны от поставок антрацитовой группы угля, которая еще недавно была привычным делом для наших котельных. Вначале было 3600. Сейчас пересматривается, я думаю, что, к сожалению, до конца года это может быть где-то около 4000. Похожая ситуация и с дровами. Казалось, близость к лесу решает все проблемы местных жителей. Но в этом году резко сократились объемы санитарной вырубки. Постановление Кабмина усложнило процесс получения разрешений на хозяйственные работы в лесу. В Савранском лесхозе не очень довольны реформой в своей отрасли. В прошлом году у нас, в связи с высыханием насаджений, одиночных, куртинами, и санитарно-выбирковые рубки были, общий объем был 22 тысячи кубов. То в этом году уже 13. В наступном году еще меньше, возможно, на половину даже. Естественно, нужно больше. Вот на протяжении 3-4 лет, значит, климат изменился. И эти 3-4 лет практически и до высыхания насаджения. За последние недели цена за один складометр дров увеличилась на 300 гривен. Спрос возрос, а предложение от местного лесхоза уменьшилось. Цена растет? Да, ну, я сказал, от 950 до 1000 гривен сегодня складометр дров. А было? 660 мы закупили. Вартость с бельзином, чи вартость с паливом была 20, 20 рублей 50 копеек за паливо, за бельзин было 22,50, 92. То есть на сегодняшний день буквально за 2 дня на 250 гривен бельзин. Если возросла паливо, то возросла и лес. Взросла электроэнерия, возросла и вартость леса. В школы и детсады дрова закупались по старой цене. Кто вопросом теплоносителя еще не обеспокоился, столкнется с трудностями. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал Репортер.